Алина! 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 Ну что, друзья, вы готовы? Да! Алина! Встречаем! Наслуженный мастер спорта! Чемпионка всего, что только можно в игроком катания! России, Европы, мира, олимпийских феймеров Алина Загитова! Привет, Алиночка! Смотри, у тебя на самом деле потрясающие фанаты, болельщики, приготовили для тебя! Присаживайся, давай мы тебе поможем с цветами! Бери микрофон! Бери микрофон! Юх, какой понравится! Три на выбор тебе! Так, ну после бокса я сейчас познать, не буду вопросы задавать, можно же осяну чуть-чуть! Молодые коицы! Всем привет! Очень рада всех принять! Я рекомендую! Я рекомендую! Я рекомендую! Я очень разгорченная сейчас! Но! Ну, если я хочу, вы не можете повести себя хорошо! Как-то я и не помню вообще моменты, когда ты ввела себя плохо и неадекватно! Поэтому было очень странно, но я тебе сказала, что, ну, так, аккуратнее, да, там, бокс, натренировалась с Олегом. Поделись ощущениями. День московского спорта, ты нашел бокс. Я, честно, была удивлена, наверное, такой не свойственный для девушек вид спорта, да простят меня наши чемпионы по боксу, но все-таки фигурные катания и бокс совершенно разные виды. Ну да, они действительно разные, но я уже начала боксу заниматься где-то полтора месяца назад, и это мне помогает держать себе физическую форму, потому что там координация, все, что надо делать, иногда есть координация, выносливость. Ну и боксушка тоже очень хорошая, между прочим, ну и быстрота движений, вот, и поэтому я решилась боксом, и это тот вид спорта, который мне нужен как бы для поддержки, и, опять же, секундного катания, но вот вы сказали, что бокс не очень. Да, кстати, с женщинами, да, но я думаю, что посмотрела Олимпиаду по каким жестам, и могу сказать, что есть никаких преград, более, что мы все равны, и каждый выбирает для себя тот вид спорта, который мне нужен, и в котором он себя чувствует прекрасно. Да, давайте поаплодируем. Что самое сложное в боксе? Потому что фигурное катание, насколько я понимаю, задействует одни мышцы, группа мышц. В боксе, что вот было самым сложным? Ну, на самом деле, после первой тренировки, хотя она была не такой сложной, просто втягивающей, я поняла, что у меня болят мышцы, которых я, в принципе, не думала, что они там есть. Вот, поэтому развиваю все тело свое, и, естественно, и это вообще разный, ну, как вы сказали, вообще кардинально разный сбор, вот, как мне, коррекурное катание. Поэтому для меня было абсолютно все новое. Здесь сегодня в Лужниках разные виды спорта, баскетбол, художественная гимнастика, экстремальные виды спорта. Что бы еще хотелось попробовать? Ну, наверное, всего по чуть-чуть, потому что я пытаюсь развиваться во всем, всегда, поэтому, может, и, ну, не знаю, насколько это сейчас нужно говорить, Ну, не знаю, я хотела, вот, например, на скейт покататься, но я думаю, что это очень здорово и травмоопасно сейчас, поэтому пока я не буду это делать. Вот там уже, уже, уже скейт готовили, уже приготовили, Алин, для тебя. Вот выйдешь, и обратно домой на скейт. Ну, да. Ну, пока что я не буду это делать. Скажи, пожалуйста, я видела, я думаю, это мы все видели, в социальных сетях вы искали гармонию с Анной Щерпаковой. Два вопроса. Гармония найдена, и каким образом, давай расскажем ребятам, вы эту гармонию искали? Это какие-то иголочки специальные? Да, я не знаю, как их называются, какие-то доски, типа, доска в садку, да, там, получается, гвозди такие, и ты встаешь на них, и понимаешь, что у тебя, в принципе, у меня довольно-таки болевой порог, ты такой слабый, и спокойно встаю и делаю там все, что мне угодно, там, какие-то иголочки тоже вставало, там, например, если что-то болит, это все переваривалось на тренировке, но тут почему-то это настолько тяжело встать, что я не думала, что так получится. Ну, и в принципе, это, как бы, разгрузка для себя, для своего организма, и допускались какие-то все органы, поэтому я и слышала, что это очень, как бы, для нашего организма очень хорошо действует. Ну, я не мечтала, но гармония пока не найдена, там, накричалась, наоролась, но потом... Знаешь, как в новостях? Мы следим за развитием событий в социальных сетях. Жизнь очень наполненная, разнообразная сейчас у тебя, это и вот боксы, и фигурное катание, различные шоу, шоу Татьяны Намки, там вообще нужно войти в образ, вот актерское мастерство. Что помогает тебе искать вот это вдохновение, силы для такого огромного количества занятий? Я даже не знаю, наверное, какой-то азарт, естественно, потом стремление познавать что-то новое. Ну и, да, фигурное катание — это моя стихия, поэтому там, можно сказать, не настолько сложно все. Но я считаю, что человек в этой жизни должен пробовать все, но не все. Вот так. Но есть ограничения. Какие? Какие ограничения? Да, 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 да. Вот это не все. Наступает. Для каждого человека свое. Ну, вот как-то ты так вскользь сказала, фигурное катание — это моя стихия, но это там легко все, туда-сюда. Да, да, Алексей Вербов, наш прославленный волейболист, ныне тренер прекрасный, до тебя приходил вот на этот диван, и он говорит, я умею практически все, потому что на коньках не умею кататься. И там, вот такими, знаешь, сомнениями, что стоит ли вообще, и какие разные у нас гости. Давайте поаплодируем Алину Загидову. Алина, сейчас фигурное катание уже много лет. Очень популярный вид спорта, очень многие приводят детей на каток, что не может не радовать. Тебя часто просят дать совет, вот именно начинающим спортсменам, что бы ты бы посоветовала, наверное, детишкам сейчас, те, которые идут в профессиональный спорт, и любителям, которые приходят в фигурное катание, уже будучи взрослыми. Может быть, Алексей Вербов вот решится и встанет на коньки, ты как ведущая ледникового периода, куда тоже приходят взрослые уже люди заниматься фигурным катанием. Что бы ты пожелала и тем, и другим? Ну, на самом деле, я очень долго думала над тем. Вот мне спрашивают, например, люди, как ты дарилась такого результата, и как ты тренировалась, что ты делала. Ну, на самом деле, я просто не думала ни о чем, просто делала свое дело, что мне нравится. И, конечно, были взлеты и падения, и со мной очень много общались мои родители. Вообще, меня поддерживали, даже моя сестра тут она где-то, тоже меня поддерживала, и Самина, да. Вот, и я думаю, что просто нужно ставить перед собой цель и идти к ней всегда добиваются. Так же, как и в жизни, это будет фигурный спорт. Да, любое дело, и спасибо большое, ты нам это доказываешь изо дня в день, что если поставила себе цель научиться боксировать, то не проблема выйти на ринг и провести спарринг-тренировку с двухкратным олимпийским чемпионом. Давайте еще раз поаплодируем Марину, нам пора отпускать. Спасибо большое. У нас есть традиция, мы делаем селфи с нашими зрителями, ведущими, если ты патрулишь, мы. Друзья, ну давайте повеселее, мы тут на празднике спорта. Ну и еще раз громко-громко поаплодируем, четвертая, всего, что только можно. Алина Загитова, пока. До встречи на сейт-портинге, насколько я поняла, Алина. Друзья, совсем скоро.